Обещанного три года ждут. Так и жители новостройки жилого комплекса «Авиатор» на проспекте Маршала Устинова с 2018 года не могут получить ключи от квартир. Строительство дома началось в 2016, а спустя два года стройка заморозилась, застройщик обанкротился. Сейчас у жильцов наконец появилась надежда к 2022 году получить долгожданные квартиры. На сегодняшний день объект курирует фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства. Соглашение передачи подписано 29 апреля 2020 года. Наш фонд выступает в роли застройщика. В связи с тем, что застройщик предыдущий стал банкротом, объект решением арбитражного суда будет передаваться нам. Мы государственная структура, созданная правительством Ульяновской области и можем выполнять функции застройщика на этом объекте. И за счет тех средств, которые выделяются из федерального бюджета и регионального бюджета, мы сможем достроить этот объект и восстановить права граждан. Из федерального бюджета на строительные работы выделено порядка 300 миллионов рублей. По информации властей, средства получены с запасом. Это должно сократить возможные риски для владельцев квартир. Сейчас люди вынуждены искать себе альтернативное жилье. Так, Рафаэль Мамбетали с женой, двумя маленькими детьми, живет у своих родителей. Мужчина рассказывает, все судебные разбирательства отнимают много времени. А дело так и не двигается с мертвой точки. Желательно, конечно, быстрее получить уже ключи, решить этот вопрос, чтобы он решился. Насколько сейчас объяснили, всякие экспертизы сейчас будут проходить, все это занимает время. Время, да. Надежды, наверное. Мы ждем, ждем. Чем быстрее, тем лучше. Глава региона лично встретился с обманутыми дольщиками. Как подметил Сергей Иванович, сейчас необходимо в кратчайшие сроки представить людям конкретный план по достройке дома. Помимо этого, дольщикам будет оказана социальная поддержка. Задача стоит, кому-то помочь с погашением кредита, кому-то, так сказать, порешать вопрос, если кто-то, не знаю, дети у кого-то на платных, так сказать, закрыть эти все, так сказать, стоимость платного обучения. Если, так сказать, кто-то арендует жилье, то порешать вопрос и поддержать по оплате аренды. От устройства ребенка в детский садик до прямой социальной помощи. Каждая компенсация выплачивается адресно, исходя из особенностей конкретной семьи. Сумма выплаты варьируется от 30 до 100 тысяч рублей в зависимости от цели, на которую необходимы деньги. Буквально каждую неделю у нас проходит адресная материальная помощь, заседание комиссии с участием депутатов городской думы, с участием депутатов законодательного собрания, где мы рассматриваем людей, дольщиков. И по моим данным, вчера буквально мы за этот месяц рассмотрели уже порядка 100 граждан, попавших в такую трудную жизненную ситуацию. Строительство дома на личный контроль взяли и депутаты городской думы. Они же наладили обратную связь с дольщиками. Каждую пятницу на базе Ульяновской городской думы мы проводим с обманутыми дольщиками в режиме видеоконференц-связи совещания, где рассматриваем каждую заявку в индивидуальном порядке. Всего за счёт средств из Федерального фонда планируется достроить 9 многоквартирных домов и восстановить права 1820 участников долевого строительства. Александра Никитина, Владимир Куликов, Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин